Электроник Артс Эти два слова вызывают, пожалуй, самую концентрированную ненависть, которую можно увидеть в мире игр. Начиная со Star Wars Battlefront 2 до главных новостей, механики внезапности, легко понять, почему люди считают их плохими. Но вот они сами ничего не понимают. Мэтт Билби, исполнительный вице-президент по развитию EA, говорит, что прошло уже 25 лет, и они по-прежнему борются с восприятием того, что их считают кучкой плохих парней. Сегодня ребята из GameRanks задаются вопросом, почему EA никак не могут понять, почему их так сильно ненавидят. Мы могли назвать ролик «Ей слепые», но они просто так не отделаются. Мне кажется особенно интересным то, что они выслали одного человека, чтобы тот сказал, как уже 25 лет он по-прежнему борется со восприятием того, что их считают кучкой плохих парней. Только вот EA это не кучка парней. Это не просто группа людей, делающих игры и больше ничего. Ну уж нет. Если Мэтт Билби действительно так думает, мне его немного жалко. Я не знаю Мэта Билби и какой он в реальной жизни. Возможно он отличный парень, но это никак не повлияет на то, что он сказал. Когда представитель компании говорит прессе что-то, указывающее на недопонимание, почему их не любят люди, он видимо забывает, что они являются огромной международной корпорацией, приравнивающих своих покупателей к дерьму. Ну и думаю такое отношение показывает всем еще одну причину, почему люди их не любят. Им все равно. А еще они полагают, что мы слишком глупые, чтобы понять, что мысли этого индивида не переходят на действия и восприятие всей этой организации. Им кажется, что восприятие потребителей столь незначительно или о нем просто не стоит разговаривать. Возможно они считают, что на восприятии потребителей они могут потерять лицо, если будут его обсуждать. Когда они выслали Мэтта Билби о чем-то поговорить, он рассказал, как хорошо они обращаются со своими сотрудниками, как и с EA Originals. Это замечательная программа, которая помогает инди-разработчикам и так далее и тому подобное. Как классно, что они привлекают новых разработчиков и хорошо обращаются с ними, как с работниками. Только вот при этом они увольняют сотни других сотрудников. Последний раз это случилось в марте. Вместо того, чтобы переводить работников на другие проекты, они их просто увольняют и нанимают новых чуть позже. Они нанимают тех, кто не будет запрашивать такие же требования, как и сотрудник, который долгое время работает на одном месте. Такая проблема не ограничивается только лишь игровой индустрией, но она все чаще встречается и в геймдеве. Ну а даже без этого мы наблюдали за кризисом BioWare с их Anthem, который по сути получился бесполезным. Индустрия видеоигр с каждым днем становится все более насыщенной этими закрученными историями разработки, и мы просто не можем игнорировать вмешательство EA в это дело. Говоря об EA Originals, он отметил следующее. В то время как EA Originals представляет некую платформу для более мелких разработчиков, которые иначе не получили бы подобную поддержку, в их решении было кое-что эгоистичное. Он назвал это способом связать талант с небольшими задумками. То бишь это способ EA контролировать даже небольших разработчиков игр, а именно инди-разработчиков. Как бы то ни было, давайте на мгновение оставим это в сторону и просто предположим, что они хорошо обращаются со своими сотрудниками и с инди-комьюнити. Представим, что они не хотят вытащить инди-разработчиков, чтобы они были частью EA, как они это делают со всеми остальными разработчиками, которых внедряют в экосистему EA. Как бы то ни было, давайте не будем так далеко заглядывать. Они также не очень хорошо обращаются с потребителями, людьми, которые на самом деле кладут деньги в карманы EA, или как минимум делают возможным вложение инвесторов в карманы EA. Ну, то есть те самые люди, которые по сути делают бизнес лучше или хуже, это всего лишь скот. Глупые безмозглые идиоты, которые не знают ничего и даже того, чего хотят сами. Этим людям нужно говорить, чего они хотят. Они даже не заметят, когда любое эксплуатируемое действие будет у них перед лицом. Например, когда вы добавляете лутбоксы в вашу игру и делаете гринд бесконечно долгим. Вы подталкиваете людей к тому, чтобы они тратили деньги на рандомизированную азартную экосистему, которая позволит обойти весь этот гринд стороной. Как это было в Star Wars Battlefront 2, которая вызывала одни из самых бурных споров за последние несколько лет. Когда они так делают, EA явно демонстрирует их мнение о своих потребителях. Мы всего лишь лемминги в их глазах, но никому не нравится, когда их считают таковыми. Когда крупная компания считает вас каким-то последователем, который сделает все что угодно, они вам и будут давать все подряд. Именно так и поступают EA. Я бы даже сказал, что спор касательно лутбоксов в Star Wars Battlefront 2 был самым крупным за все время, что я играю в видеоигры. А я должен сказать, что играю еще с 80-х годов. И за эти долгие годы EA становились объектом многих обсуждений. Они говорят об их дружелюбном отношении к разработчикам. Звучит немного иронично, поскольку за это время они купили множество студий и сравняли их с землей. Одной из первых была студия Origin, разработчики игр Ultima. Их сразу же закрыли после того, как франшиза Ultima показала не самые лучшие результаты, поскольку разрабатывалась она очень поспешно и под надзором EA, чтобы им угодить. Но эта история повторяется раз за разом и год за годом. Даже со студиями, которые технически основали сами EA. Например, Visceral Games. Изначально она называлась EA Redwood Shores, дочерняя компания, которая постепенно выросла и создала серию Dead Space. Но опять же, после того, как она стала успешной, EA сравняли их с землей. Они умудрились добавить микротранзакции в сюжетную игру и прикрыли после этого студию. Давайте также поговорим о поспешном выходе Mass Effect Andromeda. Это было ужасным решением не только для разработчиков, но и для всех потребителей. Они выпустили неготовую игру и разработчикам не оставили выбора. Их репутация была растопнана, что сильно повредило им, возможно даже больше, чем самим EA. Но им было всё равно, что говорят люди. Этот продукт был посредственным. Даже если бы его смогли доделать не спеша, у них не было полноценной концепции, примерно до середины разработки. И в этом опять виновата проклятое ускорение. Они пытались заставить BioWare создать мультиплеерную платформу, пока те работали над продолжением Mass Effect. Неудивительно, что обе игры получились хреновыми. Возвращаясь к тому единственному человеку, которого они выставляют, чтобы он говорил, как он борется с восприятием того, что их считают кучкой плохих парней, сразу понимаешь, что это значение не имеет. Этот один человек, возможно, пытается сделать что-то хорошее в крупной компании, предоставляя возможности небольшим разработчикам, а также материальную поддержку людям, работающим над небольшими играми. И зачастую, эти игры гораздо более инновационные и интересные, чем крупные игры EA со всякими микротранзакциями. Хотя, знаете, на самом деле, возможно, с плохими намерениями там никого и нет. Я не говорю, что это так, но такой возможности не исключаю. И всё же суть этой компании, как и любой другой, это делать деньги. Спонсирование какого-либо небольшого инди-разработчика с очень интересным проектом означает, что этот разработчик подписывает какие-то договорные обязательства. Кроме того, между ними закрепляются и деловые отношения. Спустя какое-то время, вне зависимости от того, задумывались ли они об этом ранее или нет, ей доверяют всё меньше и меньше, и с ними уже не хотят работать. Для них не хотят делать игры, чтобы они выглядели не такими плохими. Были ли их намерения чистыми или нет, мне уже не важно. Это уже не имеет значения. Они поглощают эти инди-студии в их экосистему EA. Это приведёт к менее хорошему исходу, чем если бы они преуспели сами по себе. Будет ли им гарантирован успех, если они не заключат контракт с EA? Этого я знать не могу. Но я уверен в том, что сама EA преподносит работу в их экосистеме как единственный успешный вариант для разработчика. Даже если иногда они выпускают хорошие игры, это не затмит всех их негативных поступков. Мы постоянно всё это наблюдаем, и на это невозможно закрыть глаза, когда они делают что-то новое. Один определённый человек может сколько угодно бороться с восприятием того, что они лишь кучка плохих парней. В конечном счёте не имеет значения, хорошие ли вы EA ребята или плохие. Значение имеет лишь то, что они делают. А эта компания из раза в раз показывала людям, что у них нет уверенности, нет уважения и нет совершенно никакого сочувствия своим потребителям. Пускай они хорошо обращаются с инди-разработчиками и своими сотрудниками, но я не считаю это достаточным, чтобы перевесить весь негатив. Люди часто приписывают проблемы вроде поспешного выпуска игры на конкретного разработчика, который ей занимается. Например, на BioWare сильно давили с выходом Anthem и Mass Effect Andromeda. И почему-то это их проблема, а не более крупные компании, которые владеют ими и оказывают финансовое давление. Но я на это не куплюсь. На данный момент причин не понимать, почему существует восприятие того, что они кучка плохих парней, нет. Дело в том, что люди привыкли не отделять личности работников от крупных компаний, которые подставляют потребителей. Лично я с этим не согласен. Большинство людей считают, что если компания плохая, то и управляют ей плохие люди. Я не говорю, что ей управляют хорошие люди, но я не делаю никаких предположений, поскольку знаю, что их конечной целью является заработок денег. Для роста необходимо оказывать какое-то давление в открытой акционерной компании, которой является EA. Финансовые стимулы всегда могут быть виной подобных ситуаций, о которых мы говорим. И неважно, находятся ли у руля хорошие или плохие люди. Не важно, какого человека нам представила компания, значение имеет лишь то, что компания делает. Electronic Arts представляет себя лишь в плохом свете, в этом вся их проблема. И теперь-то вы должны это понимать. А что вы думаете об этом? Какова ваша позиция в этом вопросе? Оставляйте свои комментарии под видео. Если вам понравился выпуск, то жмите лайк. А также не забывайте поддерживать лайком автора оригинала видео по ссылке в описании. Как всегда, спасибо за просмотр и увидимся в следующий раз. Субтитры сделал DimaTorzok